Если меня слышно хорошо, поставьте плюсики. Как меня слышно? Отлично. Меня слышно хорошо? Отлично. Отлично. Обратная связь есть. Доброе утро, мои родные люди. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как давно не было этих моих слов в эфире. Да, доброе утро. Те, кто уже с нами не первый день в проекте, знают, что такие слова были. Те, кто только пришел, еще не знают. Но я сама соскучилась за этими словами. Тем более, что утреннее время по Москве не совсем мое время. Но тем не менее, я соскучилась за такими утренними вебинарами. Прозвучал гимн нашей экспресски. Прозвучал наш торжественный такой экспресс-гудок нашего экспресс-локомотивчика. И мы с вами начинаем утренний вебинар. Вебинар, в принципе, открытый у нас. Я тоже соскучилась за вами очень. Я соскучилась за вебинарами, за всеми вами. Самое главное, ребят, я сейчас увидела свою команду, ребят. Она, мне кажется, такая большая. Ребят, моей команде отдельный огромный привет. Всех, кто 29 зашел. Всем вам большой привет. Всех вас очень люблю и целую. Ну и, конечно же, наш утренний вебинар сегодня будет для новичков в первую очередь. Потому что сейчас есть новички, которые буквально некоторое время назад к нам зарегистрировались вчера, позавчера, на днях. Те, кто еще не был на наших вебинарах, еще кто не знает суть работы, суть проекта. Поэтому я сегодня попытаюсь простыми словами донести суть проекта. На самом деле она настолько простая, настолько несложная, настолько простая, что как бы мозг наш удивляется. Как так? Почему так просто все получается? Откуда же здесь деньги? Почему все так работает на все сто процентов? Давайте с вами будем разбираться в этом вопросе. Еще раз всех приветствую и поехали. Ребят, наверняка вы все получали приглашение от ваших теперь уже спонсоров. Тогда, возможно, здесь есть и кандидаты. Скажите, давайте мы сейчас посмотрим, есть ли новички, те, которые вот первый раз на вебинаре, которые там недавно зарегистрировались вчера, позавчера, на днях. Поставьте плюсики в чате. Новички, вы есть сегодня? Плюсики поставьте. Вот смотрите, как у нас много новичков. Люди приходят к нам, и каждый день у нас идут регистрации, приходят новые и новые партнеры. Те, кто еще наши партнеры не в курсе, наши новые партнеры, не забывайте, что на вебинары мы входим под номером команды. Номера команды узнавайте у вашего директора. Вот видите, как наши партнеры заходят там 29.01, 29.15 и так далее. У вашей команды всегда есть ваш номер. Вот партнеры зашли правильно. Узнайте вашего директора, и он вам подскажет, как правильно заходить. А есть сейчас на вебинаре те, кто еще думает в раздумьях, идти к нам, не идти, пробовать, не пробовать. Поставьте, пожалуйста, единички. Есть кандидаты, которые еще не зарегистрированы у нас, которые еще думают, сделать мне это или не сделать, попробовать или не попробовать. Ну, мы ждем ответа наших кандидатов, а тем временем мы будем продолжать. Итак, друзья мои, вы знаете, что каждому из вас где-то в социальной сети или на почту, или в вайбере, или в ватсапе, или по телефону, или еще каким-то образом пришло какое-то сообщение, да, какая-то информация о том, что есть вот такая возможность работать с помощью интернет, да, предложение от вашего теперь уже спонсора. Да, друзья мои, мы приглашаем в команду именно тех людей, которые, я бы сказала, реально хотят изменить свою жизнь, это не высокопарные слова, потому что с нашим проектом, с нашей командой «Экспресс-карьера» жизнь действительно в корне меняется. Разумеется, у тех людей, которые здесь работают, которые действительно делают конкретные действия, да, потому что здесь, я бы сказала, что здесь неограниченные возможности, да. Если вы открыты новым возможностям современного мира, информационного мира, интернет-мира, мир, который несется с огромной скоростью вперед, то тогда это работа для вас, да. Эта работа действительно, она удаленная, да, потому что мы с вами можем работать из любой точки мира. Это действительно так, это проверено уже не первым годом работы нашей команды «Экспресс-карьера». Наши партнеры живут и находятся в разных частях света, да, у нас девчонки, но я знаю, что вот Кристинка сейчас едет с нас на вебинаре, у нас девчонки и мальчишки живут на Кипре, живут в Италии, живут в Испании, живут на Маврикии. У меня есть такие партнеры в команде, вот сейчас Анечка Гордиенко тоже на вебинаре сейчас, да, вот Маврикии, пожалуйста, видите, как далеко забралась наша «Экспресс-ка», вот Кристинка с Кипра, пожалуйста, вот подтверждение. Наши ребята живут и работают в Германии, живут и работают в Америке, и тем не менее, это не мешает работать здесь, быть с нами в одном информационном поле с компанией «Экспресс-карьера», да. У нас действительно бесплатное обучение, мы работаем, что называется, 24 часа в сутки, мы даем абсолютно бесплатное обучение, бесплатную систему, которой можно и нужно обучиться, да, у нас уже готовая система, нужно только ее освоить и дальше применять, да. У нас действительно есть официальное оформление, у нас, в общем-то, неограниченный карьерный рост, если хотите. Не люблю, с одной стороны, слово «карьера», но с другой стороны, это так, да, и у нас действительно неограниченный рост ваших доходов. Кто-то скажет, ну, такого не бывает, всегда есть планка какого-то дохода, да, планка существует, миллион долларов вас устроит, такая планка существует, но давайте до этого дорастем, да. И если вы будете работать по нашей системе, да, то есть, если вы примете ее, если она вам понравится, если вы захотите быть с нами, если вам нравится и удаленная работа, и это обучение, сама система, то вы действительно гарантированно получите и растущий доход, и пассивный доход в перспективе. Да, планку мы правильно сами поднимем. И, естественно, много-много других вкусняшек, это и путешествия за счет компании по миру, это и признание, это и ваши прекрасные лица, улыбающиеся на обложках глянцевых журналов, как самого журнала компании «Арифлейм», «Мира Арифлейм», так и других журналов, это я вам говорю 100%, я уже видела девчонок в других журналах наших. Поэтому давайте будем разбираться в сути работы, я попробую сегодня изложить это, что называется, на пальцах для новичков, да, потому что деньги, они где? Деньги, они в интернете. Я в свое время искала крутую денежную тему, я ее искала и я ее нашла, я понимала, что все деньги переходят в интернет, и что именно здесь есть та возможность, которой мне не хватало в обычном реальном бизнесе, да. Поэтому, друзья мои, если у вас есть компьютер, у вас есть у всех компьютер, вы же все сейчас с компьютера пришли, тогда работайте сами на себя, это самая потрясающая возможность действительно и карьерного роста, и быть самостоятельным, и независимым, иметь свой доход, свой источник дохода, иметь свободный образ жизни, иметь новый стиль жизни, потому что сейчас век информационный, сейчас нужно работать по-новому, уже неинтересно работать, когда ты ходишь, это уже уходит в прошлое, да, еще будут оставаться те люди, которые уходят на офисы, уходят на свои работы, с 8 до 5, с 9 до 6, это не имеет значения, но сейчас все поголовно с головой уходят в интернет, да, потому что сейчас, наверное, уже нет таких людей, которые бы не пользовались, ну, может быть, какие-то уже совсем люди в возрасте, хотя у меня родители, которым уже очень взрослые люди, совсем взрослые, это за 70 лет, да, они пользуются интернетом и там читают новости, общаются со своими внуками и так далее, и так далее, поэтому для современного человека интернет это уже неотъемлемая часть жизни, интернет это самый удобный, эффективный и быстрый способ и общения, и коммуникации, да, сейчас все уважающие себя, скажем так, торговые площадки большие, да, уходят куда? На территорию интернета, да, потому что через интернет это очень удобно, эффективно и быстро делать что? Реализацию товаров, распространять информацию, доносить рекламу и так далее, а что мы можем увидеть через интернет? Это и покупка автомобиля, это и консультация юриста, это и запись к врачам, это и покупка билетов, это реклама, да, размещение рекламы и прочие, прочие, прочие услуги, их такое огромное количество, что не стоит их перечислять, да, и все большие, огромные компании, такие, мы их тоже называем, собственно говоря, с сетевыми компаниями, да, не только правильно, спасибо, Наташа, и государственные услуги, мы знаем, что с вами, те, кто уже предприниматели, здесь уже знают, что можно спокойно зайти и взять какую-то нужную документацию в едином реестре каком-то, да, какие-то административные, налоги оплатить и так далее, я сама такой же партнер, я все делаю через интернет, я и налоги оплачиваю с помощью интернет, и так далее, и так далее, то есть все у нас происходит с помощью интернет, и даже административные, даже коммунальные ЖКХ-услуги, все это происходит именно так, сейчас все крупные, большие торговые площадки, да, они все переходят куда? На интернет-площадку, потому что это очень выгодно, потому что отсутствуют аренды, отсутствуют издержки, расходы и так далее, и так далее, то, что есть в обычном бизнесе, да, те, кто предприниматели в прошлом или сейчас еще предприниматели, они знают, что такое где-нибудь на рынке или в торговом центре, арендовать помещение, платить зарплаты своим сотрудникам, платить пожарникам, охране и так далее, и так далее, и тому подобное, об этом мы будем говорить в следующий раз на другом вебинаре, а теперь давайте немножко подробнее рассмотрим суть нашего бизнеса, да, о сути работы и о рекрутинге, скажем так, на пальцах, потому что это настолько просто, это нужно просто понять и принять, поэтому давайте рассмотрим суть нашего бизнеса на примере обычного, всем понятного супермаркета, скажите, пожалуйста, все хоть раз в жизни были в супермаркете или просто в магазине? Все были, есть такие, кто не был в магазине вообще никогда в жизни? Ну, я думаю, что ответ очевиден, таких нету, да, все всегда были в магазине, все всегда что-то покупали, да, и так давайте представим, что каждый из нас пару раз, к примеру, в месяц отправляться, ну, давайте для примера возьмем, отправляться в супермаркет, да, к примеру, там пятерочка, лента, магнит, ну, всем известные, да, как бы названия магазинов, те, кто живет, к примеру, в России, да, я думаю, что все в курсе, в ваш какой-то местный супермаркет, чтобы прикупить что, хозяйственные какие-то товары, аксессуары и прочие необходимые для дома, да, товары, может быть, какие-то прикольные масочки для лица, может быть, крем для рук, может быть, мыло, может быть, шампунь, может быть, закончилась зубная паста и так далее, и так далее. То есть ситуация абсолютно всем знакомая. И вот представьте вот такую картину, вы стоите на кассе, да, вы затарились уже, вот ваша корзинка, в которой вы уже, да, АТВ, Сильпо, да, Украина тоже знает свои кишени, да, кишени магазины. И вот представьте, вы затарились уже всем необходимым, взяли вашу тележку, стоите на кассе, уже все замечательно. И чек показывает сумму, к примеру, давайте я для примера просто буду показывать, к примеру вашей покупки на 5 тысяч, неважно чего, давайте сейчас не говорить о конкретной валюте, просто я показываю для примера цифру 5 тысяч, да, вот такая замечательная цифра, ваша покупка там была на 5 тысяч, просто для примера. Украина можете половину уменьшить, чтобы вам понятно было. Вы уже расплачиваетесь на кассе, собираетесь уходить, да, и тут кассир возвращает вам тысячу со словами, спасибо, что вы выбрали наш магазин, вот это вам на следующую покупку, ну или потратьте на ваше усмотрение. Скажите, пожалуйста, такое может быть, вполне такое может быть, да, ну вот так вот вы пришли, затарились, а вам говорит, пожалуйста, получите, спасибо, что выбрали наш магазин, спасибо, что вы являетесь клиентом нашего магазина, и это вам на следующую покупку, а можете пойти вот в кафе, к примеру, в торговом центре, потратить на мороженое или купить себе что-то классное. С одной стороны, такого не бывает в обычных магазинах, безусловно, но давайте мы представим такую ситуацию, но ведь магазины же ходят все, абсолютно все. То есть вам за вашу покупку на пять тысяч дали тысячу, дали тысячу, говорят, спасибо, что выбрали нас, потратьте на ваше усмотрение. Вы, конечно, немножко обалдели от счастья, да, скажем так, скажите, вот это да, ничего себе, но это прикольная ситуация, согласитесь, и довольно-таки приятно, правда же, и я скажу, что даже удивительно, немножко странно в наше время, так ведь, так ведь, да. Да, вот здесь, может быть, туча, лохотрон, не знаю, хотелось бы, конечно, чтобы везде так было, но, может быть, и хорошо, что такое есть только у нас на самом деле, да, вот. Поэтому, естественно, что у вас полное удивление, вам очень приятно, и что происходит дальше? Вы, само собой, рассказываете о такой щедрости, о такой несмыханной ситуации, вы рассказываете вашим друзьям, но вы не можете умолчать о таком, ребят, это нереально. Я бы лично сделала так, ты представляешь, я пошла в какой-то магазин, сделала покупки, мне дали тысячу, говорят, вот тебе, вот вам спасибо за то, что выбрали наш магазин. Это потрясающе, да, то есть вы молчать об этом не можете. И вы рассказываете это своим друзьям, которые до последнего не верят в реальность того, что происходит на самом деле, то есть в реальность ваших слов, да. Но все в ближайшие выходные, по крайней мере, не все, друзья, но какая-то часть, возможно, да, идут за покупками в этот магазин, который вы порекомендовали, потому что они спросили, а где это происходило, в каком магазине? В каком магазине? Вы говорите, вот в том магазине это происходило на самом деле, да. И, о чудо, ваши друзья делают покупки, и вашим друзьям точно так же возвращают какую-то энную сумму от их покупки. Ну, согласитесь, что это круто, да, это очень круто. И уже в ближайшее время в этот магазин ходят абсолютно, ну, или абсолютно все, или, может быть, часть ваших друзей и родственников, да, а также друзья друзей и так далее. Это круто, ребят? Это круто на самом деле. Это на самом деле очень круто, потому что в ближайший выходной ломанулись ваша подружка, ваша кума, которой вы позвонили, кума, кумы и так далее. Сестры, подруги, все остальные побежали голопом по Европам в этот магазин, потому что хотя бы ради интереса посмотрели, действительно ли это так, действительно ли они получат какой-то возврат, да. В современном мире, скажем так, возврат за вашу покупку называется кэшбэком. Да, есть такое понятие кэшбэк, да, это сейчас новомодное понятие, это есть, вот, но опять-таки еще есть такой момент, вот, размер кэшбэка, это тоже очень интересно, да. Естественно, все побежали в магазин совершать покупки, и чудо свершилось, все получили деньги за свои покупки. Это, конечно, было потрясающе. Что происходит дальше, друзья мои? Дальше, то есть, ваши друзья получили сумму, все, конечно, рады, кто-то пошел покупать дальше, опять же, в этом магазине, потому что не хватило, кто-то пошел в соседнем магазине пить, где-нибудь в кафе пить кофе, но факт остался фактом на самом деле, правда же? Это, конечно, очень здорово. И теперь давайте представим следующую ситуацию. Еще фантастичнее, если хотите, вы приходите через месяц в этот магазин, вы приходите, да, снова в этот магазин, совершаете покупки на какую-то энную, какую-то определенную там сумму денег, вы сами покупаете, все, как положено, выбираете то, что вы там хотите, и вам снова возвращается определенный процент от покупки. Вам возвращает определенный процент от покупки. Но это еще не все, друзья мои. Кассив смотрит свой компьютер и говорит, что по вашей рекомендации за месяц ваши друзья совершили в этом магазине покупки, покупок на 100 тысяч. И вам благодарность, милая дама на кассе, отчитывает еще 10 тысяч. И говорит, спасибо, что выбрали наш магазин. Вы, не поверив своим глазам, вы, конечно, берете эти деньги, никакой нормальный человек от денег не откажется, что вот так, оказывается, просто ему вручили эти 10 тысяч, да? И вам говорят, спасибо, что вы выбрали наш магазин. И, конечно же, вы бежите с большими, огромными глазами рассказывать о таком просто чуде на самом деле вашим друзьям. После чего, что происходит, ребят, естественно, что они с выпученными глазами звонят своим друзьям, а те, в свою очередь, своим, да? То есть представим такую ситуацию. Спасибо, что выбрали ваш магазин. Вот ваш кэшбэк, а вот вам еще сверху 10 тысяч. Естественно, что все начинают друг другу рассказывать, потому что произошло что-то такое удивительное. То, чего, казалось бы, не может быть на самом деле. Все в огромном удивлении и недоумении. И еще через месяц, да, вы снова приходите в этот же магазин, потому что он уже явно для вас любимый. Вы уже понимаете, что там можно не просто сэкономить, не просто получить возврат за вашу покупку, а еще и заработать, заработать. Вы приходите, опять же, в ваш магазин, да? И что происходит дальше? По вашей рекомендации, как пришли ваши друзья, друзья, друзей и так далее, было совершено покупок уже на 500 тысяч. И что вам помимо вашего возврата за покупки говорят на кассе, что делает кассир, когда он смотрит компьютер, он говорит, держите ваши 50 тысяч. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы постоянный покупатель. И тут уже ваши же друзья забирают свои первые денежки. Кто-то 10 тысяч, кто-то 30 тысяч и так далее. В это, конечно, совершенно, абсолютно тяжело верится, правда же? Это как бы нереально, это из области фантастики. Но согласитесь, что это жутко приятно, вот так вот делать покупки в магазине. Согласитесь, что это действительно приятно. Это фантастика, да, это фантастика для обычного магазина. Ребят, так вот это вот сейчас я рассказала вам суть нашего бизнеса. Вот это и есть наш бизнес. И у нас уже здесь это не фантастика. Это абсолютная реальность. Фантастика для других магазинов, да. В нашем бизнесе это уже абсолютная реальность. Потому что, ребят, деньги есть. И деньги, они здесь. Здесь в нашей компании Арифлейм, да, вместе с нашей, допустим, в данном случае я говорю о команде Экспресс Карьера. И вот наша с вами задача, ребят, то есть когда говорят, что нужно конкретно делать. Наша задача с вами организовать и возглавить управляемый, организованный товарооборот. Как это делается, я чуть выше уже описала, да, вот на таком примере на пальцах. Я думаю, что это всем будет понятно. Остальное, знаете, как я говорю, технические моменты. Организовать личные покупки ваши, ваших друзей, да. Вот это все и называется чем, ребят? Называется это рекрутированием, приглашением людей, которые точно так же, как и вы, делают покупки, получают деньги за свои покупки и дополнительно получают свои проценты вознаграждения за то, что организовали, то есть пригласили еще людей, которые совершают свои покупки. Улавливайте, какая простая суть. Она настолько проста, что ее не все могут сразу понять. И деньги есть здесь, и их здесь очень много. И вы действительно получаете деньги здесь, заорганизованный и возглавленный вами товарооборот. И вот так это работает, ребят. Нам выгодно приглашать, и нам выгодно покупать всем, каждому партнеру. Вы помните, что, если кто-то не помнит, я напомню, что у нас есть три кита, да. Это личное потребление, это приглашение и обучение, да. То есть мы сами покупаем, мы меняем магазин, тот, который был там на улице за углом, на наш магазин, который здесь в интернете, потому что вы все с момента регистрации стали хозяевами своего интернет-магазина, глобального магазина. Это не просто магазин, который там где-то на улице, потому что магазин на улице, это не глобальный магазин. Вы не можете в него пригласить человека. Если вы живете в Москве, вы не можете пригласить в ваш микрорайончик и в ваш магазинчик человека из Мурманска, из Владивостока, из Калининграда и так далее. В интернете вы можете пригласить ваших покупателей откуда угодно. И возможно это даже ваши родственники, но они живут далеко у вас. Ваши родственники не пойдут в открытый вами магазин, который находится в вашем микрорайоне. Но в интернет магазин вы можете пригласить. И более того, вы можете им дать возможность бизнеса под ключ, ребят. Поэтому нам выгодно и приглашать, и выгодно и покупать. Вот так будут расти ваши доходы по уровням. Делая свои покупки, вы будете расти с каждым уровнем все выше и выше. И получать процент, возврат за ваши покупки, тот самый кэшбэк, так называемое новомодное понятие. Возврат, кэшбэк, возврат налички, возврат. И получать процент за то, что вы пригласили других людей, которые по вашей рекомендации совершают точно так же покупки. И вот так вы будете расти шаг за шагом, и ваши доходы будут постоянно расти. Поэтому вот та история, когда вы получаете на кассе 10 тысяч, а потом 30, а потом 50, это не фантастика. Для нашего магазина, для нашего бизнеса это совершенная реальность. Вы становитесь организатором товарооборота в вашем глобальном интернет магазине. От чего зависит ваш доход? Естественно, доход зависит от товарооборота группы. Вот таким образом будет строиться ваша группа. Вот так вы будете приглашать ваших людей. Каждый будет совершать вот корзиночку. Видите, каждого человека. Это все его личные покупки. То есть здесь не нужно впихивать, не нужно впаривать, не нужно чего-то кому-то куда-то. Вы делаете покупки для себя, для дома, для семьи. То есть все точно так же, как вы делали это и 10 лет назад, и позавчера, и вчера, и неделю там, и так далее. Вы всегда покупаете для себя, для дома, для семьи, да? Даже те вещи, которые вы покупаете на подарок своим родным и близким, это тоже считается покупкой для себя, для дома, для семьи. Правда же? Это же ведь идет из вашего кармана, из вашего бюджета. Только в отличие от этого бизнеса, когда вы покупаете там, в чужих магазинах, вы делаете выручку чужому бизнесу, вы делаете прибыль чужому бизнесу, вы не зарабатываете на ваших покупках ни копейки. Максимум вы получите в каком-нибудь парфюмном магазине, если вы делаете покупку парфюма на подарок, получите какую-нибудь дисконтную скидку постоянного покупателя 3%. Только когда вы в следующий раз туда придете, еще неизвестно, никому непонятно. Вот и вся радость. А здесь вы, делая личные покупки, формируете ваш личный товарооборот и дальше формируете товарооборот ваш групповой, потому что доход тот самый растущий, когда вы получаете 10 тысяч, 30, 50, зависит от товарооборота вашей группы. То есть от личных покупок каждого из участников группы. Все на самом деле очень просто. Пригласив всего, я вот даю такую простую схему роста, туда скажи, сколько нужно людей приглашать, чтобы вот так быстро вырасти. Ребят, на самом деле все очень просто. Мы с вами работаем с помощью интернета, да, с помощью онлайн-коммуникаций. И просто переговорить, пообщаться с несколькими людьми на самом деле это не так сложно. И чтобы вам было понятно, 49 активных покупателей вместе с вами, да, которые зарегистрированы определенным способом, то есть друг под другом, цепочкой вниз. Об этом уже будет спонсор рассказать, как вам правильно регистрировать и так далее. То есть зарегистрированы определенным способом люди, всего 49 активных покупателей вместе с вами, которые делают то же самое, что и вы. И ваш доход от 30 тысяч рублей и выше. Это ваш уровень директора. Вот примерно вот так выглядит схема, да. Вот так мы регистрируемся, я и еще 49 моих родных или близких, или девчонок, или подружек, или просто новых людей, с которыми я познакомилась в интернете, которые хотят зарабатывать на покупки. И у меня уже доходы постоянно растущие от 30 тысяч и выше. Вот это ваш директорский уровень. На самом деле ничего сложного нет. Разрешаем сестра места. Девчонки, у нас двери не скрипят, петли смазаны, поэтому тихонько заходите, выходите кому как нужно. Вот она, группа покупателей из 50 человек. Я их назвала я и мои подружки из разных городов. Не важно, откуда они, потому что у нас глобальный магазин. Это не просто магазин на вашем районе, да, где вы его открыли, к примеру, вы хозяин. А здесь вы хозяин своего интернет-магазина. Ребята, я в свое время мечтала открыть интернет-магазин. Думала ли я, что у меня будет такой формат интернет-магазина. Когда я думала открыть свой магазин, у меня ломало голово, елки-палки, где я буду брать людей, как я их буду приглашать, как я их буду зазывать, что я буду предлагать, какой товар. А здесь мне не нужно ни над чем ломать голову. У меня есть магазин, который не нуждается в рекламе. У меня есть известный бренд Ariflame, который не нуждается в рекламе, он всем известный. У меня есть товары широкого спроса, которые не нуждаются в рекламе, потому что они нужны всем и постоянно, каждый день. То есть мне вообще не надо ни над чем ломать голову. У меня есть свой доступ в свой интернет-магазин, да, мне не нужно ломать голову над складами, где хранить товар, мне не нужно заморачиваться, как оформлять доставку там, те, кто пришел в мой магазин, да. У них точно такой же свой кабинет, как и у меня, и они сами это все делают. Ребят, ну настолько снялись эти вопросы, мне вообще об этом не нужно думать, мне даже не нужно думать, как мне создать сайт и сколько денег заплатить для того, чтобы сделать этот сайт интернет-магазин. У меня все готовое, мне дали просто все подключить, на, только бери и делай, зарабатывай сама себе деньги, а мы получаем только маленький процент, если что, за это, да, скажем так. Ну это так утрированно звучит, но чтобы понятно было. Поэтому, ребят, на самом деле все очень просто, вот это и вся работа, она элементарная, элементарная, проще не придумаешь уже, кто-то говорит, ну так подожди, здесь нужно покупать, ребят, не хотите покупать, идете продавать, согласитесь, это логично, потому что товарооборот можно организовать в этом мире, ну как минимум, я знаю два варианта. Первый вариант это продажи, хотите продавать, кто хочет продавать, напишите, я хочу продавать, есть такие? Нету таких, наверное, да, ну мало кто найдется, кто хочет продавать. А скажите, а покупать, все покупают, поставьте плюсики, кто делает свои личные покупки домой, кто делает покупки, кто делает? Поставьте плюсики, кто делает покупки домой? Вот второй вариант, то есть продавать, как бы, это один из вариантов, да, но это прерогатива просто магазинов, да, хозяин бизнеса организовал магазин, поставил его где-то там на каком-то месте, и люди туда приходят, он занимается продажами. Мы не хотим с вами продавать, ну нам это неинтересно, мы не хотим, мы бегать и так далее, кто хочет быстрых денег, пожалуйста. Ну покупки-то делают абсолютно все, так, ребят, понимаете, в этом мире ничего нового уже как бы не придумаешь, все придумала до нас, им нужно изобретать велосипедом, уже готов, садись и едь. Если раньше можно было зарабатывать и на продажах, и люди и сейчас зарабатывают на продажах, я не говорю об Арифлейме, я говорю вообще, зарабатывать на продажах, продают автомобили, продают пятое, десятое и так далее, все продают в этом мире, да, собственно говоря. Но, что может быть проще, приятнее, элементарнее, зарабатывать на собственных покупках? Ну потому что мы с вами эти покупки, посчитайте, сколько раз в неделю вы ходите в магазин, сколько раз вы тратите деньги на кассе, и вам за это ничего не дают, не дают вам, не говорят, вот вам тысяча возбитий, не дают вам ни 10 тысяч, ни 20, ни сколько вам не дают, вы просто где-то там на работе зарабатываете деньги, а потом относите в магазины, и там покупаете все, что вам нужно для себя, для дома, для семьи, при этом вы транзит для денег, деньги пролетают мимо вас, а здесь можно зарабатывать с самого первого дня, как только ты зарегистрировался, кто не верит, прошу обратить внимание, вот такие доходы, я показываю на примере России, потому что у меня большая российская команда, можно зарабатывать абсолютно с первого дня, с уровня, как я говорю, 3%, да, вот они доходы на ваших уровнях, это действительно так, если вы все делаете по схеме, да, так как вам рекомендуют делать ваш спонсор, если вы действительно приглашаете людей, которые тоже хотят зарабатывать на ваших покупках, здесь деньги с самого первого дня, с самого начала, да, как только вы разобрались в системе, и как только вы начали уже активно действовать, пожалуйста, зарабатывайте ваши деньги, здесь нечего сидеть без денег долго, здесь все очень просто, вот так вот, вот такое соотношение происходит товарооборота группы и вашего уровня, то есть роста, вы будете расти по уровням, и чем выше ваш уровень, тем больше будет ваш доход, а что такое уровни, да, уровни исчисляются в бонус-баллах, это внутренняя валюта компании, потому что много стран, в которых объединяет Арифлейм, в каждой стране своя валюта, и бонус-балл это внутренняя валюта компании, что-то бонус-баллы, да, показывают вот уровни, да, там 3000 бонус-баллов, 1800 и так далее, это товарооборот группы, а товарооборот группы это что? Это личные покупки всех участников вашей группы, и чем больше товарооборот вашей группы, тем выше вы растете по уровню, то есть, соответственно, вы больше получаете ваш доход, все больше, больше и больше, и действительно ваши доходы уже заждались, ребят, нам нужно всего лишь организовать и возглавить этот товарооборот, да, то есть организовать его для компании и получать свои, извините за слово, проценты, скажем так, да, но посмотрите, какие доходы вас ожидают, вот это наша, ну, скажем так, тарифная сетка, если хотите, да, а вот такие деньги, вот такие доходы мы получаем с вами, вот он уровень директора, старшего директора золотого и так далее, и так далее, то есть расти нам есть с вами куда, и мы ориентируем всех наших начинающих партнеров, а мы с вами, наша первая ступенька, куда мы будем расти, это уровень золотой директора, Но об этом будем говорить уже на вебинаре «Первые шаги», возможно, в вашей команде, может быть, это будет общеструктурный вебинар, посмотрим. Но вот такие доходы вас ждут, ребят. Эти деньги вполне реальны. Кто еще не верит в существование этих денег, добро пожаловать в наши чаты в Телеграм, добро пожаловать в наши чаты «Мотивация, экспресс-карьера», где вы видите все скрины, абсолютно живые скрины наших партнеров. Потому что вот буквально уже завтра Россия будет получать денежку. Завтра или в четверг, скажите, Россия. В четверг, наверное, будет получать. Завтра, наверное, Молдова будет получать. Белоруссия. В четверг будет Россия получать. В пятницу будет Украина получать деньги. Так что добро пожаловать в чаты, наблюдайте за скринами, что пишут. Да, в четверг, четверг. Это я по прошлому каталогу раньше выплатили, так я уже на день спешу. Поэтому добро пожаловать в наши чаты и смотрите сами своими глазами, если вы не верите спикеру или не верите вашему спонсору, да. Так вот откуда деньги, ребят? От организованного товарооборота. Безусловно, то есть сумма всех покупок людей в вашей группе, да. Вот он тот пример, о котором я рассказывала. Вы приглашаете людей и ваш доход растет, 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 растет. Вот эту табличку, ее пока не нужно запоминать, я просто вам показываю для наглядности, да, как будет расти ваш доход, да. То есть вы будете расти по уровню, будет расти товарооборот вашей группы и вы будете получать все больше и больше дохода. Кого вы будете приглашать в вашу группу, да, которую вы будете организовывать? И откуда будет идти вознаграждение? В команду будут приходить две категории людей. Это будут партнеры и будут покупатели, да. Покупатели – это люди, которые будут просто покупать, да, ну, просто вот и приходить на акции, на какие-то скидки, на какие-то программы и так далее. И вторая категория – это будут люди, которые будут именно строить бизнес. То есть те люди, которые не просто хотят получать вот этот кэшбэк, как мы говорим, да, на покупках, а зарабатывать еще за то, что он организовывает, приводит людей в тот магазин. Помните, в самом начале я вам рассказывала, вы привели своих знакомых, у му-сестру, говоришь, приходи в этот магазин, ты что, там деньги платят за свои покупки. Вот это оно и есть, вот это категория партнеров, да. И, конечно же, категория партнеров будет получать большие деньги, нежели категория покупателей. Поэтому выбор, конечно, будет за вами. Я рекомендую всем становиться не просто покупателями, но еще и партнерами, да, то есть которые пришли строить бизнес на самом деле. Мы работаем, ребят, работаем с 50 странами, компания Reflame работает в 50 странах, да. Это очень, я говорю примерную цифру, я не буду там уже детально, я буду отвечать на все вопросы чуть позже. Компания работает почти с 50 странами, да. И у нас с вами международное спонсирование для стран СНГ, ну, нам с вами хватает. Это и Россия, и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и Азербайджан, и Грузия. Я не буду перечислять все, это посмотрим отдельно. Вот, поэтому людей для нас с вами, действительно, для нашего с вами глобального интернет-магазина, для организации товарооборота в этом интернет-магазине, нам с вами их хватит, да. И у нас с вами, друзья, существует вот такая поддержка партнеров, да. Мы с вами не просто вы приглашаете сами одного партнера, мы работаем командно, группово. В нашей работе все, как бы, работает командно. У нас с вами групповой, то есть командный товарооборот, да. У нас с вами групповое командное построение, мы работаем со всей группой тоже командно, да. У нас вебинары, ведь вебинары это тоже командная работа, по большому счету, да. Обучение тоже командное. И вот ваш спонсор, он будет вам помогать, да, помогать регистрировать и работать с вашими партнерами. Он тоже вам будет помогать в регистрациях. У нас называется это совместное построение группы. То есть вы один не останетесь. Ваш спонсор вас никогда не бросит. Вы будете работать вместе с ним, вместе с вашими новыми партнерами. Вы спонсор, ваши новые партнеры, следующие партнеры. И так друг за другом по веточке. И вы будете расти и вырастать на уровень минимум золотой директор. Это ваша стартаповая ступенька. Потому что именно в компании Арифлейм, именно на уровне золотой директор, есть такое понятие, которое называется пассивный доход. Ни в одной компании такого не существует. Говорю это умышленно, специально. Потому что знаю, как у нас партнеры бегают туда-сюда, не могут определиться. Ну, такие люди непостоянные в жизни. Потому что не знают, что на самом деле существует в других компаниях такого планета. В нашей компании существует пассивный доход. Что такое пассивный доход? Это когда вы уже можете не работать, а ваш бизнес работает на вас. Вот скажите, пожалуйста, в реальном бизнесе вы можете сделать... Да, мы еще называем ее Арифлеймовская пенсия. Называем еще депозит от Арифлейм. Называйте как угодно. Вот скажите, в реальном бизнесе вы можете, к примеру, организовали свой бизнес, к примеру, какую-то торговую точку. Вы, может быть, нанимаете продавца туда, может, еще кого-то, но вот вы поставили точку, да, и потом уже год, второй, третий на эту точку не заходите, она работает сама по себе. Это реально или нереально? Ну, согласитесь, что в реальном бизнесе нужно все время контролировать процесс, все время нужно контролировать процесс, потому что там где-то недостачек, там украли, там какие-то заморочки, там продавщица забеременела, там она уволилась и так далее, так далее. Оно как бы реально, но только головника очень много, ты не можешь спокойно все больше не работать, чтобы, а тебе эта точка приносит постоянную прибыль. Не получится так, постоянный контроль нужен будет. Постоянно нужно будет контролировать. В реальном бизнесе так не получается проверено на себе, ребят, потому что я представитель реального бизнеса. А вот здесь как раз у нас компания будет. За однажды построенную группу вы получаете доход постоянно. Ну, такое слово по жизни, оно мне не нравится, конечно, но факт остается фактом, да. Вы будете постоянно получать ваш пассивный доход на уровне золотой директора. Вы скажете, что вам мало денег на уровне золотой директора, пожалуйста, стройте еще одну группу точно таким же образом. Струйте еще вторую группу, получайте доход больше, выходите на уровень сапфирового директора. Вот такие вот мы их называем ножки, веточки и так далее, да. Как угодно их называйте, цепочки, веточки, морковочки не имеет значения. Выстраивайте еще пару таких ножек, да, то есть повторите ваш успех золотого директора и ваш доход, естественно, грубо говоря, в два раза увеличится. Пожалуйста, можно расти дальше. Вы скажете, что вам и этого мало, пожалуйста, выстраивайте еще одну или две ножки, становитесь бриллиантовым директором доходы, видно на экране, да, какая премия и какие доходы вы будете получать. Вот таким образом мы будем с вами расти. То есть выстраивайте группу за группой, если вам ваших доходов мало, растите дальше, выше и больше. Вот так выглядит эта схема, да. Вот мы с вами сначала ориентируемся на уровень золотого директора, вот вверху, слева вверху табличка. Вот это наш пассивный доход, вот от него и будем отталкиваться, чтобы потом не было каких-то там разочарований, каких-то там негодований, что, а вот, как бы я работала, а денег нету, как обычно говорят наши мамы, да, я 40 лет проработала, а пенсия у меня маленькая, да, потому что в государство меня кинуло. Вот чтобы здесь такого не произошло, пожалуйста, ваша пенсия, ваш пассивный доход на уровне золотого директора дальше решайте сами. Хотите, клубнику на дачу выращивайте, хотите, продолжайте дальше зарабатывать денег. Мы лично с девчонками, те, кто уже в директорских чатах, они идут дальше и не останавливаются, потому что чем дальше, ребят, тем вкуснее. Нет, там открываются такие возможности, которых пока на уровне там новичка еще сложно представить. Поверьте, что мы все были новичками, поверьте, что мы точно так же смотрели на наших лидеров, на директоров, у нас был уровень ноли, мы смотрели на их доходы и на какие-то звания, и мы так сидели и думали, ну, как бы да, но как бы нет. Вот такое двоякое было ощущение внутри, ребят, это не неверие в проект, в систему, что она работает, это неверие в себя в первую очередь. Я вам говорю со стопроцентным знанием, что это неверие в себя, а смогу ли я? Ну вот она же смогла, она, наверное, умнее, она, наверное, сильнее. Нет, ребят, мы все абсолютно в равных стартовых условиях, мы все одинаково умные, с руками, с ногами и так далее, да, вот, поэтому здесь только будет ваше желание. Такой маленький момент, сразу нюанс для новичка, маленький момент для новичка, ошибочное понимание новичка. Ну, я так поняла из какого-то вебинара, что одну группу веточку строит тот, кто пригласил, спонсор, да, друзья мои, как я говорю, это я для своих девчонок делала, мальчишек для своей группы, но все равно двойка по пониманию новичку нет. Ваш активный спонсор помогает вам, помогает выстраивать первую группу, вот, ну, именно помогает, но не строит вам ее под ключ. У нас под ключ вся система работы, да, потому что и с первой веточкой, и со второй, и с десятой, если вы захотите, будете работать только вы, вы и еще раз вы. При нашей информационной помощи, поддержке и сопровождении при готовой системе работы 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Вот таким образом напоминаю, что мы вот так строим веточку друг по другу, цепочкой вниз, да, то есть так мы регистрируем людей, именно так вот я показывала на примере. Вот так людей мы не регистрируем, сейчас я вам, вот так, да, когда мы всех друг под себя регистрируем, вот так называется первая линия, вот так мы с вами не делаем. Поэтому обратите на это внимание, но я думаю, что ваши спонсоры будут вам все это рассказывать. Ребят, на самом деле, я специально подготовила такое пособие для новичка, как быстро расти по уровням. Ребят, на самом деле, быстро расти по уровням очень просто. Здесь нет никакого смысла сидеть и раскачиваться, и вникать в систему, вот как вырасти, что нужно сделать и так далее. Ребят, чтобы вырасти с уровня 0 до уровня 3%, нужно всего лишь 30 минут вашего времени, да, нужно всего лишь 30 минут вашего времени, нужно зайти в ваш интернет-магазин. Ну, естественно, что вы со спонсором начнете какое-то первое обучение, скорее всего, он заведет вас в ваши чаты, группы, да, а вы познакомитесь с вашими коллегами, партнерами. Возможно, будет какое-то там первое обучение, может быть, там задание первое, второе, третье, я не знаю, в каждой группе по-разному, это уже ваши директора будут вам рассказывать, объяснять, пояснять. Вот, дальше вы делаете активационный заказ ваш, да, активационный заказ ваш делаете, получаете рабочие инструменты, доступ к закрытым обучающим чатам, да, какие-то там рекрутинговые чаты и так далее, и начинаете активно работать. На уровень 3%, ребят, выходится очень легко за 30 минут времени в вашем кабинете, доступ к которому вы получили после регистрации. У вас есть номер, пароль и ссылка на сайт вашей страны, ваш кабинет, да. Все очень просто, 15-30 минут времени открываете витрину вашего магазина, то бишь ваш каталог и делаете ваш заказ, да, вашу покупку в вашем интернет-магазине. Все, делаете вашу покупку на 150 бонус-баллов, пожалуйста, вы уже прошли уровень 3%, поздравляю, более того, вы стали еще и зарабатывающим партнером. И при этом вы делаете приятные и понятные и привычные для себя действия, вы делаете ваши покупки. Все, больше ничего такого сложного там делать не нужно. Спрашивают новички, да, то есть когда вы прошли уровень 3%, все, первая ступенька пройдена, вы зарабатывающий партнер. Что нужно будет сделать дальше, ребят, всех ваших новых партнеров, научить тому же самому приятным, понятным и простым действием делать свои покупки с помощью интернет, через интернет в своем интернет-магазине. Ребят, суть простая, очень простая, проще уже не придумаешь. Когда партнеры меня спрашивают, а нужно ли покупать, ребят, эта система не работает без трех составляющих. Если вы не покупаете, если вы не приглашаете, если вы не обучаетесь и не обучаете, все, да, обучение, третий кит нашей системы. Потому что если не будет покупок, откуда будет товарооборот? Нет, вы можете, конечно, идти продавать, но мы же, вы же сами сказали, что вы не хотите этого делать. Значит, мы с вами будем что, потреблять, да, то есть на этом будет строиться наш бизнес. Кто-то говорит, я не могу делать покупки сразу на 150 бонус-баллах. Ребят, хорошо, делайте ваши покупки на 1000 рублей. Начните с чего-то, но делайте ваши покупки ежекаталожно, спланируйте ваши покупки. Есть каталог на сайте, да, это витрина вашего магазина. Вы должны его знать, потому что это ваш магазин. Вы должны знать, что происходит в вашем магазине, какие программы, какие акции, какие скидки, да, что у вас есть, какие выгодные предложения. Ребят, в этом 14 каталоге, ребят, какие потрясающие предложения. Это просто, я просто пищу, когда открываю каталог, я вообще, у меня всегда меньше, чем там 300-400 бонус-баллов у меня не получается. Я не могу себя остановить, ребят, просто не могу себя остановить, понимаете. Поэтому те, кто в начале пути, всем новым партнерам, я говорю, ребят, планируйте ваши покупки, спланируйте их. Потому что в начале новичку, да, сложно, мне ничего не нужно, у меня все есть, все, у меня есть мыло хозяйственное, у меня есть старые духи, ну и что, что они уже плохо партнут, и я не буду никуда тратить деньги, потому что я здесь еще не заработала. Это неправильный подход. Это неправильный подход. Вы сюда пришли для чего? Для того, чтобы зарабатывать, а не тратить. И поэтому вам нужно немножко учиться планировать ваши покупки и планировать ваши действия. Вы посмотрите реально на то, что вы делаете по жизни. Вы всегда это делаете и не замечаете, потом говорите, ой, почему у меня денег нету? Посмотрите, что такое 1000 рублей, да, вот давайте, планируйте хотя бы на 1000 рублей, начните с чего-то. 1000 рублей-то что, большие деньги? Кто-то скажет, ну, Наташа, когда денег нету, так это большие деньги. Да, я с вами соглашусь. Да, я соглашусь, что это большие деньги. Я знаю, что такое, когда у тебя в кармане дыра. Но если вы не попытаетесь спланировать ваши покупки, если вы не попытаетесь перестроить это все, вашу жизнь, как вы жили до этого, то у вас так и будет дыра в кармане. Что такое 1000 рублей? Это один раз вы выйдете в продуктовый магазин. Пойдите, сходите в продуктовый магазин. Не верите? Давайте, читайте ценники и считайте суммы. 1 килограмм мяса 350 рублей. Я для России, да, этот слайдик делала, но все поймут меня. Примерно, потому что Россия большая. Килограмм овощей 100 рублей. Опять-таки, Москва это вообще отдельная страна, что-то говорит, да. 1 килограмм фруктов, да, вот 200 рублей. Опять-таки, сезонность нужно брать. Ребят, посмотрите, сколько денег мы ежедневно выкидываем куда-то на свои покупки. Вы хотите сказать, что вы не найдете 1000 рублей на покупку для себя, для дома, для семьи, в вашем интернет-магазине, то, что у вас заканчивается. Идем в ванную комнату, идем на кухню и там это все смотрим, что у вас заканчивается, что нужно, у кого дни рождения, кому что подготовить, на какой праздник, друзья мои. Все это на самом деле очень просто, потому что с нами или без нас, вы в любом случае это все покупаете. Когда скажут, нет, я не покупаю, ну это называется, знаете, все, кто сейчас скажет, нет, я так не делаю, нет, мне это не нужно, это называется от противности. Вот нет и все. Почему нет? Потому что информации еще мало, еще мозг не хочет принимать новую информацию, потому что, а вдруг меня обманут, а вдруг мне скажут, а потому что вы знаете, что сейчас от спикера идут снова правды. Потому что, потому что вы знаете и слышите, что человек вам доносит информацию и вы в этом убеждаетесь, что, елки-палки, а я ведь действительно всю жизнь делаю покупки, а деньги мимо кассы идут. Я ничего не зарабатываю на своих покупках, мой муж пашет, как проклятый, я с двумя детьми сижу, декретные получаю, а денег не хватает, а мне на жратву, а мне на памперсы, а мне на пятое, а мне на десятое, и все время мимо кассы, и он все время опять идет зарабатывать, я его сутками не вижу, я за ним скучаю. И мы с ним ссоримся, и он все время мне выговорит, куда ты тратишь деньги, а я не могу ничего сделать, заработать не могу, скажите, что это неправда, я не права. Ребят, я права, я права. И вот это все вы покупаете в любом случае, с нами или без нас, или вместо нас, или после нас, или до нас, не имеет значения. Вы это покупали, покупаете и будете покупать. Вопрос только, где вы это будете покупать, и будете ли вы зарабатывать на ваших собственных покупках, вот в чем вопрос. Потому что все потребители и покупатели всегда, всегда потребители и всегда покупатели, что бы ни происходило. Как только первый раз мама дала нам денежку пойти в магазин, все, с этого момента начался наш старт, да, как покупателя. Да? Поэтому мы всегда это все покупаем. И скажите, пожалуйста, друзья мои, для вас принципиально, какой торговой маркой, брендом вы будете пользоваться? Вот скажите, пожалуйста. Ну что, есть такие люди, вот я моюсь только таким шампунем, и все. Ну скажите мне, пожалуйста, для вас принципиально. А скажите мне, а для вас принципиально, вот если вам за ваши покупки вам будут платить деньги, вы скажете да? Да, если мне за мои покупки будут платить деньги, да, я буду здесь работать, да, да. Я пойду в тот магазин, где мне за мои покупки будут платить деньги. Согласитесь, что это нормальная здравая мысль любого здравомыслящего человека. Особенно женщины, которые в большей степени входят в магазины и делают покупки для себя, для дома, для семьи. То есть зарабатывать на собственных покупках. Естественно, что я, и если мне нужно будет поменять какой-то бренд, которым я раньше мылась, я его с удовольствием поменяю. Потому что, ребят, вот те бренды, которые показывают на картинке, вы их тысячу раз видели во всех магазинах. Пойдите прямо после вебинара на улицу, вы их там увидите. Вам хоть копейку за это дадут, ну может быть, конечно, у вас скидка 3%, я не знаю, в этом магазине. Вам не заплатят ничего за эти ваши покупки. Потому что я уже хожу в магазин, и я сама, я когда смотрю, во-первых, я ничего не покупаю, я даже продукты перевожу в бонус баллы. Ребят, у меня мозг высчитывает, сколько стоит тот или иной продукт в продуктовом магазине в бонус баллах. И я вам скажу больше, ребят, я вам скажу больше. Я случайно, вот буквально неделю назад, там на днях, влетела по полной программе. Знаете, в каком плане? Наверное, не все знают, что нашими, кто-то скажет, а у нас нет чистящего порошка, у нас нету геля для стирки белья. Ребят, я стираю нашим гелем для, стираю вещи нашим гелем для мытья. Я мою посуду нашим гелем. То есть я все, у меня нету ничего из магазинов, которые называются магазины бытовой химии и косметики. Вы все эти магазины прекрасно знаете. Вот они, знакомая картина, обычные покупки в обычном магазине. У меня этого дома ничего нет. У меня стоит дома один, скажем так, одно средство для чистки унитаза, очень концентрированное гелевое. И вот оно уже стоит у меня почти около года. Я им иногда пользуюсь. Все остальное у меня только Арифлейм. Все, и мыло. У меня даже супруг, насколько казалось бы, он мужчина, ну мужчина, да, как бы мужчине в принципе все равно. Какое там мыло? Как у меня у супруг вот буквально вчера говорит, слушай, ну насколько все-таки отличается, говорит, мыло Арифлейма от другого, какого-то там друль, еще чего-то. Ну казалось бы, ну какая ему разница? Ну помыл ты руки, помыл. Нет, он это чувствует, он это видит, ему это приятно. И он хочет пользоваться именно Арифлейм. И посуду я мою тоже Арифлеймом. И стираю я тоже Арифлеймом, и ничем другим. И буквально недавно, ребят, я попала, была в гостях у родителей. У мамы стоял, ну их не переубедишь, они все, у них уже как бы система такая стереотипная. Я купила она порошок для чистки, ну чистящий порошок обычный, все в магазинах видели. И я возьми и влипни в этот порошок. Ну во-первых, ребят, я ничем не страдаю, но думала, что у меня реально начнется какой-нибудь приступ пазмы, потому что я чуть не задохнулась, я стояла закрытой рукой. Но что у меня случилось потом с руками, я вам передать не могу. У меня поспухали все вот из-за ногтевых пластин вся кожа. Ребят, я просто уже отвыкла, я уже сто лет этим не пользуюсь в обед, понимаете, и для меня это был какой-то просто шок и ужас. Я говорю, мама, как ты можешь вообще этим пользоваться? Это же не просто химия, это же яд, как этим можно пользоваться? Вот поэтому у меня все уже полностью Арифлеймовское, ничего другого у меня даже для уборки дома у меня нет. Все только от Арифлейм, других вариантов я не принимаю, потому что я хочу зарабатывать на собственных покупках, и я хочу, чтобы у меня в доме было все чистое и все было действительно качественное на самом деле. Так вот, друзья, вот это обычные покупки. А вот это покупки, которые мы делаем в нашем интернет-магазине. Скажите, пожалуйста, есть какая-то прям огромная разница? Тот же мыло, тот же гель, да, тот же крем для рук и так далее, так далее. То есть продукция примерно та же самая, та же самая продукция, только здесь уже в вашем магазине, за которым вы получаете за ваши покупки деньги. Так вот откуда деньги, личное потребление? И за счет этого создания товарооборота компании, за которое компания нам и платит процент. И этими товарами пользуются абсолютно все регулярно и постоянно товары личного повседневного пользования и средства гигиены. Вот это все, что нам нужно всегда. Так вот, скажите, друзья мои, зачем терять такую возможность, если она есть? Если этот бизнес настолько прост, если суть этого бизнеса просто, ну вот, ну вот простая, как дважды два-четыре. Проходить по уровням, ребят, очень легко. Расти до директора очень легко. Вот он уровень 3. Что значит уровень 3? Это значит, что товарооборот вашей группы 150 бонус баллов от 150. Да, это всего один человек в твоей команде. То есть ты, ты делаешь лично товарооборот 150 бонус баллов, то есть покупки для себя, для дома, для семьи. Выходишь на уровень 3 и становишься зарабатывающим партнером. Уровень 6 процентов. Да, как проходится. Да, очень легко. Это значит товарооборот вашей команды от 450 бонус баллов. Да, то есть вы еще 2 человека в вашей команде. И все зарабатывающие партнеры, все получают свои деньги. И уже не просто возврат, кэшбэк за ваши покупки, а уже и за то, что пригласили людей, которые тоже совершают покупки в вашем магазине. Менеджер 9 процентов. Это товарооборот вашей группы от 900 бонус баллов. Да, это вы, то есть всего 5 человек в команде, плюс ты, да, все. Все зарабатывающие партнеры и, соответственно, та же схема. Точно так же мы растем дальше. Уровень 12, уровень 15, уровень 18. И, пожалуйста, о чудо, мы стали директором. Ребят, вы знаете, что у нас сейчас директора открывают за 3, за 4 месяца. Это здорово на самом деле. Здесь нечего сидеть годами, да. Здесь зарабатывать можно быстро и легко на самом деле. И, знаете, если уровень директора, почему мы говорим, не ориентируйтесь на уровень директора, да. Уровень директора, это примерно доход ваш, примерно от 30 тысяч в месяц, да, я говорю в рублях. Ребят, 30 тысяч в месяц вы можете найти, в принципе, где-то в реале. Ну, в принципе, очень постараться, да, и найти в реале эти 30 тысяч дохода вашего. Может быть, устроиться на 5 тысяч работ и получать ваши 30 тысяч. Вот такой вариант тоже возможен. А вот уровень золотого директора, да, когда ваши доходы от 70 тысяч и выше, вот это вот уже нужно постараться найти в реале. Скажите, пожалуйста, кому реально в его населенном пункте, в городе России, обращаюсь к вам, или кто понимает цифры, устроиться на работу или там организовать бизнес, чтобы получать ежемесячно от 70 тысяч в месяц рублей. У кого есть такая возможность в его городе устроиться на работу, чтобы получать ежемесячно примерно от 70 тысяч рублей? Есть у вас такая возможность? А выше, чтобы можно было получать сложно, нету, реально, но сложно, мало у кого. Ну, вот, ответ, оно очевиден. Ну, понятно, Питер, Москва, но вы еще попробуйте, когда вы будете это получать и так далее. И не подставят ли вас по карьерной лестнице там, вот в чем вопрос. Вот, правильно, у директоров и у управляющих, даже в Москве постараться. Вот ответ на вопрос, ребят. А здесь, пожалуйста, здесь вам помогают идти, и вы получаете эти доходы. Ну, про Мариуполь я вообще, вам вообще молчу, это нереальные деньги для Мариуполя. Вот, поэтому, а здесь это реально, ребят. И вы будете получать столько, сколько вы хотите, потому что даже если вы устроитесь в Газпром работать, понимаете, и, может быть, даже пройдете по карьерной лестнице, выше той тарифной сетки вы не прыгнете. И дай бог, чтобы вас в этой карьерной лестнице другой, более пронырливый коллега не спихнул. Но только давайте Газпром оставим Газпром, а мы будем говорить о нашем варианте развития. Поэтому вам есть куда развиваться. И доходы здесь, вот какие вы себе определите, такие вы и будете зарабатывать. Поэтому расти до уровня директора, ребят, очень и очень просто на самом деле. Делается это очень быстро на самом деле. Вот я вам специально показываю, да, то есть ваш путь, как вы... Вот посмотрите, буквально несколько ступенек, и вы уже директор. Вот они, ваши доходы, вот они, ваши премии, да, вот приглашения на банкеты. Ребят, я уже не говорю о том, что нас с уровнем менеджера приглашают на конференции. Вот девчонки у нас в Болгарии были на уровне менеджера. Вот Хорватия ждет своих менеджеров уже скоро, да, в ближайшем будущем. Ребят, и все это компания делает для нас, для того, чтобы нам было комфортнее расти. И какая компания, вот скажите мне, какая компания вообще в жизни или в реале, в нереале делает для людей, которые еще менеджеры, даже не директора, зарубежные поездки, зарубежные конференции. Я такую компанию, например, не встречала. Так как компания нас честует, так как компания нас признает. И, ребят, я действительно не сталкивалась ни с одной такой компанией. Я вот сколько наблюдаю за компанией Арифлейм, за всеми ее банкетами, конференциями. Ребят, у меня вот все шире и шире открываются глаза, потому что такого размаха нет ни у кого. И насколько компания, и компания и в этом году объявила, что она работает для вас, лидеры. То есть те, кто становятся лидерами, компания работает и делает все для вас, для того, чтобы выросли еще больше. Поэтому, друзья, этот бизнес начинается только с самого себя. Он не начинается с этого вебинара, он не начинается даже с какого-то там обучения, он не начинается с ваших спонсоров, он начинается только с вас самих. То есть какое решение вы примете? Вы должны для себя четко определить, на сколько процентов вы в этом бизнесе. Потому что это не просто работа. Если вы думаете, что это работа а-ля копирайтер, а-ля там какой-то переводчик какого-нибудь текста с русского на калмыфский или еще на какой-то язык, да? То есть если вы думаете, что нужно просто скопировать, ставить, ребят, ну за такую работу, соответственно, если вы думаете, что это так, то вы будете и такие деньги получать. Вам действительно копирайтер нужно идти или еще куда-то. Ребят, это бизнес, это не просто работа. Работа, это работа, это зарплата, это копейки, это какой-то найм, это там, где вас это все время бьет по башке и говорит, это так, это не так, здесь заплачу, здесь не заплачу. А это бизнес, здесь вы сам себе хозяин. Поэтому вы должны себе четко поставить и определить для себя, на сколько процентов вы в этом бизнесе. Когда вы это сделали, когда вы это определили и сказали, что да, я здесь на сто процентов не сделаю, потому что здесь есть деньги, и я посмотрела уже кучу материала, пролистала кучу информации, я уже знаю много чего, из меня информация просто уже прет, потому что об этом невозможно молчать, потому что ни один человек не сможет молчать об этом бизнесе, когда он уже насыщен информацией. И вот тогда делайте действия, да? И спрашивайте только себя, не с вашего спонсора спрашивайте, не с ваших партнеров новых спрашивайте, а с себя. А что я сделаю для того, чтобы было да? Если у вас не получается, что там не движется, спрашивайте себя, что я сделаю для того, чтобы было да? Чтобы мой бизнес рос и развивался. Ребят, это действительно готовая система. У нас уже все отточено, у нас уже все отработано. У нас есть обучающие чаты, у нас есть чаты для новичков, у нас есть бизнес-инструменты, у нас есть рекрутинговые сайты, У нас поддержка 24 часа в сутки, у нас связь 24 часа в сутки, общение тоже, вебинары, планерки. Ребята, у нас есть абсолютно все. Это готовая система. У вас есть свой готовый интернет-магазин, полностью оснащенный, полностью обслуживаем сотрудниками компании Reflame, в котором отслеживается абсолютно все. Товарооборот вашей группы, ваши бонус-баллы, ваши доходы. Вы это все будете видеть в своем личном кабинете. То есть система уже полностью готовая. Вам не нужно ничего изобретать, вам нужно только немножко вникнуть, разобраться, дать себе немножечко времени и все. И уже делать свой бизнес. Это готовая бизнес-система под ключ с компанией Reflame и командой Экспресс Карьера. Вам нужно только, как вы знаете, как Веста, как говорил, садиться и ехать. Больше уже ничего придумывать не нужно. Здесь уже дальше зависит все только от вас. И по поводу компаний, когда партнеры начинают определяться, а в эту ли компанию я пришел, а не в эту ли компанию, а нужно или не нужно. Ребята, для тех, кто еще не в курсе, я говорю, что компания, наша компания, компания Reflame, это компания с 30-летней историей, которая пережила действительно несколько кризисов. Серьезные кризисные моменты, экономические кризисы, естественно. И компания умеет работать в кризисные моменты. Подумайте сами, в какой банк вы понесете ваши деньги? В банк, которого история 50 лет или которому полгода, да? Потому что я замечаю, что мелькают вокруг тут и там где-то в интернете, мелькают вот эти вот компашки, компашки вот эти вот годоважки, да, или там однодняшки, не знаю. Они везде мелькают, как бабочки, как мотыльки, поработали и развалились. Ребята, мы за бытность нашего проекта, нашей команды «Экспресс-карьера», и сколько я уже здесь работаю, мы насмотрелись на кучу этих компашек, отдавашек или годовашек, да? Вот они все как вспыхнули, так они и потухли. Поэтому вам нужно четко определяться, с кем вы будете работать. У нас международный бизнес, и ни для кого не секрет, что если в какой-то одной стране, да, где находится компания «Рефлейм», да, происходит нечто серьезное, такие вещи, как революция, война, там, кризис, да, но вот у нас есть такие примеры, к сожалению, но тем не менее, то наш бизнес остается стабильным. За счет чего? За счет рефинансирования других стран, да? Вот это самое важное. И дальше момент. Компания «Рефлейм» развивается за счет собственных средств, а не кредитных, как это делают другие компании, которые позиционируются, да мы такие, пяткой в грудь себя бьют. Ребят, это смешно. Мотыльковые фирмочки, они разваливаются. Посмотрите, они все живут за счет кредитных средств. Скажите, пожалуйста, вы будете жить в кредит? Я лично не хочу жить в кредит, поэтому всегда выбирайте и осознанно подходите к той компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. Ну и завершили, наверное, вот такие вот маленькие моменты. Давайте посмотрим на статистику. Она может устаревать, может нет, но цифры все равно, математика, наука точная и цифры говорят сами за себя, да? Давайте посмотрим на среднюю зарплату по России. Давайте. Я тоже не хочу. Средняя зарплата по России. Мы взяли такую очень среднюю цифру, потому что Россия очень огромная, а Москва это отдельная страна, правильно? Вот средняя зарплата по России в месяц примерно 27 тысяч, да? За год 324 тысячи. Сколько получает директор Арифлейм? 30 тысяч рублей. Три недели, ребят. Три недели. Не забывайте, что у нас зарплаты. У нас 17 зарплатных периодов, потому что у нас 17 каталожных периодов. Мы живем по каталогам, да? 17 зарплат. У нас 17 зарплат в году, соответственно, какой доход за год вы видите, да? Человек со средней зарплатой в 27 тысяч нужно отработать полтора года, чтобы получать такие доходы. А теперь посмотрите на доходы золотого директора Арифлейм, да? Ну тут написано от 60 тысяч рублей. Ну хорошо, это такая минимум-минимальная планка, пусть будет так. Посмотри, какие доходы. Человеку со средней зарплатой в 27 тысяч рублей нужно отработать три года, ребят. А теперь посмотрите на уровень, на доходы бриллиантового директора. Ребята, это же нереально. Человеку нужно пахать и пахать, чтобы получать такие доходы. То же самое, такая же интересная статистика и по Украине. Потому что при доходах Украины, да, мы взяли такую среднюю зарплату по Украине, примерно 3500 гривен, да? За год это 43 тысячи гривен. Средняя зарплата директора Арифлейм 5500. Мы взяли, ну вот так вот примерно, да? То есть это получается 93 500 гривен в год. Человеку нужно два года, два года отпахать для того, чтобы, ребят, о чем можно говорить дальше? Статистика, математика, наука точно, а статистика родная сестра математики, да? Поэтому выводы делайте сами. Когда люди говорят, работать с вами это не мое, тогда вопрос, а что твое? Может быть, вот это твое? Может быть, вот это твое? Может быть, обводить очередной раз кружочки в газетах, в объявлении, там требуются сотрудники, тот-то, тот-то. Вот очередной раз ходить на собеседование, тебя примут или тебя не примут. Можно пойти помыть полы в подъезде, можно пойти в супермаркет опять-таки, продавцом, уборщица. Все профессии хороши, вопросов нет. Вопросов нет. Но когда говорят, если ты сюда уже пришел, ты же для чего-то шел сюда, ты же что-то хотел здесь, правильно? Вот ты начинай работать. Это не твое, тогда что твое? Скажи мне, пожалуйста. А я тебе скажу, что наша работа, она вот такая, она не грязная, не пыльная. Вот так вот мы сидим дома за компьютерами, вот так мы делаем свои покупки для себя, для дома, для семьи. Я лично вот действительно вот так вот и сижу дома с ноутбуком. И вот вчера забрала свой заказик очередной, конечно же, радости у меня выше крыши. Я уже тут нагладила себе шарфиков, уже буду ходить, сумочка у меня новая. Я, конечно, счастливая, все замечательно. А у нас вот такая работа. Не вот такая, ребят, где нужно шваброй шуршать, веником шуршать, где нужно работать от звонка до звонка. А вот так, за чашкой чая, за чашкой кофе в интернете с приятными тебе людьми. Делать приятные для тебя и привычные, и приятные вещи. И просто общаться с людьми, потому что всегда нужно выбирать, где вы хотите быть. Вот так, та женщина-полотер в магазине или в подъезде, или вот такими красивыми, молодыми и успешными. Потому что вот так вот наш проект меняет наших девчонок. Посмотрите, какие они стали красивые, великолепные. Посмотрите, какие у них глаза счастливые. Посмотрите, какая жизнь, какое новое качество жизни у этих девчонок. И когда говорят, ох, тяжело, очень тяжело работать и так далее. Ребят, ну давайте вот посмотрим левую и правую сторону, да. Правая и левая сторона, левая сторона. А вот там вот не тяжелый труд у женщин, нет. Кто-то на такси работает, кто-то обувь клеит, кто-то ее ремонтирует, кто-то продавцом работает и так далее, и так далее, и так далее. Это что, такой хороший классный женский труд, если говорить о женщинах? Вам какая больше нравится сторона, левая женщина или правая? Мне больше правая на самом деле. Тяжело, сложно, невозможно. Ребят, ну наши дети тоже учатся в школах, да, и говорят, ой, мама, тяжело учиться, ой, тяжело, невозможно и так далее, и так далее. При этом мы еще их и дома заставляем там, говорим, учись, давай, учись. Мы же их не жалеем, правильно, говорим, учись, тебе это нужно, учись. А почему же мы тогда себя жалеем? Действительно, какие-то двойные стандарты, да. Мне тяжело, есть слово хочу и делаем. У нас для этого есть чаты, пришел в проект, пришел в команду, попал в чаты, учись, учись и делай, да, ребят? Кто-то говорит, ой, а научите меня, как это делать, ребят? Понимаете, есть такая действительно очень правильная, точно такая фраза. Невозможно научить, но возможно научиться. Если вы хотите научиться, вы этому научитесь и будете это делать. И если вам очень тяжело, то всегда вспоминайте фразу, что когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, лучше не станет. И вы знаете, сколько я здесь уже работаю, были какие-то моменты, может быть, и сложные, может быть, какой-то момент был, и руки опускались. Всякое в жизни бывает, потому что все мы обычные люди. Но я всегда говорила, что действительно, когда, если я сдамся, если я опущу руки, скажу, не хочу я, не буду, потому что никто ко мне не приходит, потому что никто меня не слышит, потому что, потому что, то вот я точно знаю, что если бы я тогда сдалась, лучше бы мне не стало это 100%. Это 100%. Все переживают эти кризисы и в любом бизнесе, не только в этом, в обычном бизнесе. Только вы там вообще на деньги попадаете в обычном бизнесе. А если кто-то говорит, что, ой, ну здесь нужно, чтобы талантливый человек был, потому что, ну это ж вот так вот, это ж в интернете, ребят, нужен всего лишь 1% таланта, он есть абсолютно у всех. Все остальные 99% это все ваш труд, ваш личный труд. Но этот труд, он стоит того, чтобы здесь отпахать, чтобы потом иметь действительно другое, новое качество жизни. Потому что на самом деле, ребят, в нашей работе все очень просто, не усложняйте. Обучайтесь бесплатной эффективной системе работы, она у нас есть. Если вы сегодня на этом вебинаре, значит вы уже начали обучаться. Покупайте продукцию для вас, пользуйтесь вашим интернет-магазином, магазин оптовых цен, да, потому что у вас магазин оптовых цен, у вас скидка со старта 20% цен каталога, плюс акции, плюс скидки, плюс программы, плюс подарки и так далее, и так далее. Дальше подавайте информацию о наших возможностях в интернете, да, или в теплом круге, или в интернете, где угодно. Подавайте ее правильно и формируйте сеть лояльных потребителей. Получайте доход и радуйте жизни, все. Ничего сложного здесь нет на самом деле. Поэтому я действительно говорю, что этот бизнес настолько простой, что иногда его не все понимают и принимают. Если кто-то так и не понял, может быть пришел позже, так и не понял, в чем же здесь суть бизнеса, ребят, еще раз запись вебинара. Сначала там было все очень подробно рассказано. Суть бизнеса на пальцах, на примере супермаркета. Организуйте ваш товарооборот и будьте счастливы. Все, больше ничего делать. Особого такого не нужно. Нужно просто любить то, что делаешь и действительно хотеть изменить качество своей жизни. Если ты уже пришел сюда, делай, пожалуйста, свои действия. Все, ребят, вот такая была суть бизнеса, короткая, простая. И я надеюсь, что многим она была понятна. Спасибо всем за внимание. Я сегодня была лаконична, не стала вас задерживать, потому что вчера увидела, как Аня Черна сказала, о, завтра Наталья, это так на пару часиков. Я все-таки стереотипы сломала и я сделала чуть короче, чем мне бы хотелось. Хотя могу говорить и рассказывать очень долго. Поэтому я вас всех люблю, целую, обнимаю. Я желаю вам мега роста, я желаю вам действительно скорости, драйва, ошеловляющих успехов. Не забывайте, что мы с вами в сезоне роста сейчас, ребят. Мы в сезоне роста. Ну и, конечно, до новых встреч, потому что еще будут новые общеструктурные вебинары, и мы будем с вами встречаться. И напоминаю, что завтра мы с вами, мы встречаемся здесь, в этой нашей общекомандной комнате. Все в 14 часов по Москве-Киеву. Это среда будет. И в четверг мы встречаемся в 18 вечера здесь же, в этой вебинарной комнате. Ну а дальше по расписанию, все как обычно. Все, всех люблю, целую, всем пока-пока. Вот такой был у нас, вот такой у нас.